здравствуйте уважаемые трейдеры сегодня понедельник 5 июня и мы начинаем наш видео обзор посвященный макро статистике той что уже вышло на прошлой неделе и той статистике которая ждет нас на предстоящей точно текущей неделе начнем с нонфармов вышли они не очень хорошие не то чтобы провальные но сто тридцать восемь тысяч это на 30 процентов ниже чем того ожидали рынке более того цифра безработица упала с 4,4 процента до 4,3 связано это скорее не с каким-то позитивными изменениями с тем что сократилась так называемый labor force на уровень трудоспособного населения рабочей силы как называют скорее всего все это вызовет небольшое разочарование вздвинет планы фрс уже июньское повышение ставки навряд ли отменит фрс потому что слишком все было заложено в цене но дальнейшее дальнейший рост ставки то есть уже 3 3 повышение за семнадцатый год как планировал фрс изначально она уже под вопросом точнее под вопросом сроки произойдет это наверное уже в декабре если произойдет но не спешите с выводами потому что ровно год назад в июне шестнадцатого года точно также данные выходили не очень хорошими была такая пауза вышла тогда 38 тысяч рабочих мест в этом году на 100 тысяч больше это был именно июнь и данные были тоже майские именно после этого фрс делал паузу нельзя сказать что прям история повторяется но очень все сходится посмотрим чем это все закончится итак у нас календарь сегодня выйдет в понедельник данные по аэсэм непроизводственном секторе но это не столь важно хотя конечно же цифры выше 50 радуют говорят о росте по фунту мы сегодня ничего обсуждать не будем пускай пройдут выборы разумный трейдер на таких новостях политических каких-то сильных изменениях не торгует выжидает куда важнее инфляция и поведение банка англии чем чем эти выборы мне кажется ну по крайней мере последний посмотрим чем это закончится какие будут результаты после этого начнем уже строить свою торговлю но китай экспорт импорт наверно тоже не столь важно хотя конечно же кита сильно влияет и на мировую экономику данные по китаю особенно на фоне последнего там снижения рейтинга европа ввп ждем небольшого охлаждения темпов роста ввп это предварительный показатель все же в четверг выступление драги будет зависеть и от этих данных наверное я цб сейчас единственная организация которая может придать движение паре евро и usd сильно или в обратную сторону не может в ту сторону если марио драги будет направлен на какие-то истребийные шаги то есть намекнет что может быть ставку повысят уже до того как закончится закончится мера количественного смягчения то евро получит новый толчок вверх пока что до тренд восходящий по евро краткосрочные фрс ничего не смог сделать чтобы развернуть этот тренд и только чего-то может добавить и cb вы помните драги уже отказался от идеи обсуждать или точнее не опроверг такое мнение что ставки могут вырасти до окончания мер количественного смягчения если он не опроверг значит и cb не исключает сильно не исключает но посмотрим ввп и инфляция в ближайшие недели будут влиять и на это мнение ну а заседание будет уже в четверг и важнее все-таки дослушать и и решение до узнать и дослушать марио драги на пресс-конференции потому что именно там он будет говорить какие-то важные вещи по по рынку ну и наконец пятница тоже ничего важного неделя не особо серьезно если бы не cb наверное можно было бы вообще не торговать не следить за рынками торговый баланс германии торговый баланс в великобритании и по китаю выйдет инфляция прошлый раз она была 1.2 на что стоит обращать внимание я бы хотел немного поговорить о нефти мы в прошлый раз на вебинаре если помните был вебинар и была нет изнять аналитика была текст был посвященный именно разворотной фигуре по нефти несмотря несмотря на то что многие настроены на рост я не понимаю почему но часто слышу и на форумах и трейдер говорят что вот ждем разворота нефти опек и все такое но я вас разочарую опек ничего круглым счетом ничего не сделал чтобы цена выросла да и не смог бы он сделать у опек не такой большой инструментарий поэтому мне кажется все что опек сделал мог сделать хотел сделать уже сделал американцы добывают достаточно чтобы баланс сил поддерживать и даже текущие уровни наверняка не совсем не совсем правильные что ли не совсем справедливые мне кажется нефть спокойно могла бы уйти на несколько долларов вниз и это было бы куда более равновесным уровнем для цен на нефть ну так или иначе сформировалась голова и плечи фигура мы ее пробили наверняка можно было взять хороший тэк профит мы даже попытались зайти неудачно немножечко был ложный пробой конечно но снова оставим все под линии в ближайшее время уровень 48 долларов будет влиять на умы трейдеров показывать нам что происходит на рынке все-таки кого больше медведей или быков будем считать что это линия такая вот своего рода граница поясин пи у нас был максимум но делать тут нечего учтите что ловить ножи не стоит цена растет никаких продаж вы можете продать и один раз случайно наткнуться на пик на вершину но много раз будете просто по стоп-лосса вылетать лучше ждите касание линии 2400 там справился очень мощный уровень от него может быть лучше стоит купить с небольшим стопом но если мы его пробьем обратно вниз на каких-то там скажем как как вот трамповские вот эти скандалы были на пробьем вниз можно уже говорить что кажется рынок достиг какого-то локального максимума и можно ждать коррекции я тоже жду коррекции но ничего для этого особо не делаю агрессивных каких-то продаж не делаю потому что ловить коррекцию само по себе это дело неблагодарное а еще и на таком сильном росте дождемся разворота посмотрим что будет процентов 5 рынку не помешало бы пройтись вниз и евро я хотел до показать мы о нем говорили в общем-то все логично цены растут евро езды растет отражает уже слабость данных пятничных но отразила на прошлой неделе пятницу пятничных данных по рынку труда отражает возможность будущую возможность того что может сделать и цб при этом ноги аналитики кричат что евро должен падать караул как так вопреки логике я так не считаю я считаю что все вполне разумно рынки никогда не следует каким-то вот сиюминутному или редко следует каким-то сиюминутным тенденциям веянием они уже предсказывают дисконтируют будущие возможные события вот марио драги сказал на пресс-конференции промолчал по поводу возможности повышать ставку до окончания ки вот и евро получил поддержку это намек на то что в принципе ецб уже думает о повышении в ближайшем будущем то же самое по фунту увидели фунт рос уже на инфляции уже на возможности повышения ставки хотя ни о каком повышении речи не идет всего один человек проголосовал на позапрошлом заседании за повышение мы видели это протоколе так что далеко или так скажем задолго до того как что-то может случиться рынке уже отыгрывают это это событие и так у нас тренд восходящий может быть ограничен каким-то уровнем там 1131 1350 пока намеков на разворот нет но и евро уже достаточно вырос от 1 0 4 даже 0 3 с чем-то до 1 почти 13 это тысячи пунктов ну посмотрим никаких сигналов даже нет ждем данных неделя конечно скучный но вот ецб придаст жару даст нам понимание того что может случиться и так хорошей вам недели следите за данными за статистикой статистикой она нужна чтобы понимать что происходит на рынке и наверное в конце недели если евро достигнет каких-то уровней после заявления ецб можно будет аккуратненько продавать думаю что уже тренды достаточно сильно выросли в моменте может быть ждать коррекции а ну и развороты можно использовать для покупок потому что фрс еще долгое время может выдержать паузу хотя 14 июня решение фрс рынком как бы отыгран на рынок считает что будет рост повышение ставки не ждет каких-либо сюрпризов несмотря на данные по рынку труда у меня все всем спасибо удачи на рынках и и а и и и